Фильм Дудя про Шерли Мерли Это был язык советского школьного фильма, который поднимает экзистенциальную проблематику, потому что можно в детском кино ее поднимать. Для «Москва слезам не верит» это язык такого интеллигентного кино с песнями Никитина, со стихами Левитанского, но при этом с жестоким стебом над штампами массовой культуры. Вот это дача, фестиваль. Ну, такое ироническое переосмысление советской истории. «Москва слезам не верит» это очень заметно. Конечно, та же история, и не случайно, кстати, главный герой фильма «Журналист» Васильев играл там журналиста, но какая же это пошлая фигура. Ну, после фильма Герасимова вот такое падение. Не актеры, а типа жар. Абсолютно такая народная трэшовая комедия «Любовь и Булуби», которую я, кстати, совершенно не могу смотреть. А вот «Шерли Мерли» могу, и мне это нравится, но Меньшов здесь сознательно, наглядно демонстрирует, как деградирует язык. Помните слова Бродского? Трагедия – это не когда гибнет герой, а когда гибнет хор. И вот трагедия – это когда актеры этого класса изображают вот это вот. Тогда Инна Чурикова, прости меня, дуру грешную, тогда Олег Табаков, у которого за плечами и Шелленберг, и розовские мальчики, тогда Гаркалин, гениальный трагический артист, вот так лицедействует. Это все очень точно, очень наглядно. Смотрите, вот мы на рынке, вот мы торгуем нашим хламом. Старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира. В этом смысле «Шерли Мерли» – самый откровенный фильм 90-х годов. Фильм о гибели языка, об эволюции языка, о трагедии репутации. Ну, он, конечно, очень смешной, но прежде всего он очень дурацкий. И вот этот посыл всей человеческой любви, когда летит самолет над всеми кроликовыми, это тоже жесточайшая пародия. Вообще Меньшов, как режиссер, мне вот Ирина Муравьева рассказывала, что он уже тогда, работая над «Москва слезам не верит», уже вынашивал план «Зависти богов» и интересовался жизнью советских викторов, он гениальный знаток массовой культуры. Человек очень большого ума, хитрости, расчетливости. И именно это знание языка позволяет ему быть и тонким психологом, и замечательным манипулятором. Он, понимаете, ведь режиссером он поздно стал. Он практиковал как актер, он набирал знания о культурных кодах этой цивилизации. Поэтому он великолепно сумел показать распад киноязыка Ширли Мэрли. Конечно, это зрелище распада, это очень дезаграммоничное зрелище, временами отталкивающее. Но ничего не поделаешь, он зафиксировал момент. И Дудь молодец, что об этом рассказал. Продолжение следует...